В эфире Станица и с вами снова я, Татьяна Бочарова. В этом выпуске побываем на полях, узнаем, что решают депутаты аграрии по разным вопросам, а во второй половине программы повеселимся с обливскими кумушками и приготовим борщ с казаком в Станице Мелиховской. Будем вместе! В южных районах области на полях мало-помалу начинается сев. Погода, конечно, диктует свой график. То заморозки со снегом, то вот дождь льет. И это неплохо вообще-то для нашей засушливой зоны. Подкормится зимка, напитаются соками семена, выдержавшие зимние передряги и будет урожай. Надеемся! Горох – доктор для почвы. Даст ей питательные вещества, обогатит азотом. Посевные работы в семенноводческом хозяйстве Неклиновского района начинают именно с этой культуры. Сегодня мы приступили к севу гороха. Площадь посевная у нас под горох 370 гектар. Одним агрегатом в круглосуточном режиме за двое суток, я думаю, посеве свои повода даст. Мы придерживаемся старой поговорки. Сею грязь, будешь князь. И по опыту, чем раньше горох посеешь, тем больше урожайность. А зимой помер златалой уже подкормили. Сеяли в сухую землю, до середины декабря был большой дефицит влаги, что стало особым испытанием для этого поля, на котором заложены демонстрационные посевы 19 отечественных сортов пшеницы. Гневая система, в принципе, она тоже живая. Пока еще не работает, конечно, на полную мощность. Но шансы есть. Нет, безусловно, шансы. Ну, все живое, все хорошо. Все будет зависеть от питания, от влаги. Сейчас влаги достаточно. Мы сегодня анализируем состояние именно семеновольских посевов. Для нас очень важно обеспечить сельхоз-тавропроизводителей Ростовской области качественными высокопродуктивными семенами. И наши 43 семеновольских хозяйства, они, безусловно, сегодня работают над тем, чтобы обеспечить по потребности, ну, и не только для ростовского, для других. Мы более 100 тысяч тонн производим семян. В этом году впервые за последние несколько лет было промерзание почвы. В равных условиях разные сорта, перспективные сорта, которые мы будем применять и рекомендовать сельхоз-тавропроизводителям. В том числе и не только ростовской селекции. Мы здесь взяли еще и каниву для сравнения те предложения, которые есть для нашей зоны высеянные. И, кроме того, донские и краснодарские сорта высеянные для сравнения. Предварительный анализ показывает, что отечественные сорта перезимовали успешно. Всего в области Россельхозцентр заложил четыре таких демонстрационных площадки на базе передовых семеноводческих хозяйств. В этом, например, выстроена четкая многолетняя система от выращивания семян до высокопродуктивных производственных посевов. Разработана структура семеноводства. Чтобы не допустить засорения уже на первых этапах размножения, нам необходимо еще верно подбирать предшественники. Потому что предыдущие года показывали, что даже иногда трех лет недостаточно все в обороте, чтобы избавиться от падали цветового сорта, который уже здесь был. В принципе, ведем поле в течение пяти лет. И в течение пяти лет делаем выводы. Сейчас аграрии активно приступают к полевым работам, ведут сев яровых, помогают природе дать силу растениям. Важно приложить усилия для кущения озимых, от которых зависит сила корневой системы и в итоге, разумеется, урожай. Живем по законам. Как их согласовать? Местные, федеральные? Есть вопросы? О пчеловодстве, о лесопарковых зеленых поясах, о плодородии почвы и о другом говорили депутаты на заседании Аграрного комитета Законодательного собрания Ростовской области и вносили свои предложения. Пчелы вышли на федеральный уровень. В декабре минувшего года Государственная Дума приняла закон о пчеловодстве, который автоматически отменяет действия региональных законов. А такой был в Ростовской области с 2012 года. Но большие парламентарии не учли интересов маленьких производителей меда. А таковых пасек в личных подсобных хозяйствах 93%. Ну не на фабриках же производится настоящий мед. Закон неплох уже тем, что регламентирует и защищает эту самую экологичную сладкую отрасль. Но надо поправить, считают донские депутаты. Мы общались с пчеловодами. Безусловно, мы учтем их мнение и вместе доработаем и будем отправлять в Государственную Думу с просьбой вносить изменения. На заседании заслушали информацию о ходе выполнения программы плодородия. Пока гумус держится в своих показателях. А высокие урожаи получают за счет соблюдения технологии работы с землей и внесения удобрений. Так, их количество в полезных веществах за пять лет увеличилось с 54 килограммов на один гектар до 74 килограммов. Не остается без внимания и состояние лесозащитных полос, охранителей почвы от пыльных борь. А зеленая лесопарковая зона вокруг Ростова площадью 9,5 тысяч гектаров еще только в наметках. Хотя утверждена донскими депутатами еще в 2019 году. Имеется несостыковка в федеральных ведомствах. Так, в законе об экологии есть такое понятие, как зеленый пояс. А в земельном кодексе – нет. Идут суды. Не дело, считают депутаты и готовят обращение в Государственную Думу. Чтобы не было судебных каких-то издержек, вопросов и времени, чтобы не тянуть, мы с таким письмом сегодня рассмотрим на комитете, внесем на законодательное собрание и будем обращаться в Государственную Думу. На заседании агрокомитета с предложением распространить субсидии на приобретение сельхозтехники, производимой не только в Ростовской области, но и по всей стране, выступил депутат Сергей Суховенко. Донские парламентарии рассмотрели и обсудили комплекс вопросов, особенно важных в этом сельхозгоду, который уже активно начинается. Живут в одном хуторе, помогают друг другу и отдыхают тоже вместе. Так издавна сложились казачьи традиции кумовства. Творческий коллектив Обливского района Кумушки назван так не случайно. Песня о родном хуторе Карайчев – собственного сочинения руководителя группы, который много лет назад приехал сюда из Брянской области и до сих пор руководит культурной жизнью хутора и местной творческой группой. Много песен поем всяких, побывали всю восточную часть, мы проехали. Кстати, с названием группы особых размышлений не было, просто собрались вместе. В хуторе сохраняется много казачьих традиций. Одна из важных для казаков – кумовство. С кумовьями и отдыхают, и творчеством занимаются, так и поют кумушки вместе уже почти 25 лет. Увлеклась увлечением, увлекаюсь песнями, частушками. Все, дочь у меня пела, тут тоже ходила с Виктором Трофимовичем, частушки пела, выступала. В Ростов ездила, занимала первые места. Вот, и внучка сейчас тоже тут в школу ходит. Некоторые песни и частушки руководитель ансамбля сочиняет сам. Сегодня в репертуаре группы больше 200 песен, в основном – казачьих. «Люба мне, когда дурь разливается, И зеленеют рощи по весне, И туман у греха растивается, Ай, да чему же, люба мне?» Кто хозяин на кухне? Повар пятого разряда Сергей Комаров знает все секреты приготовления пищи. Наша съемочная группа побывала у него в гостях в станице Мелиховской. Голодными не остались. «Я режу, наверное, лет с восьми. С восьми маманя и папаня ходили на работу. Я был старший брат, были еще сестры. И вот то я первый раз в десять или восемь лет научился жарить картошку. И вот с тех пор, с тех пор режем. Сразу так соломкой резал? Нет, 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 так я не резал». Как и многие сельские ребята, Сергей после школы пошел учиться на тракториста. Не понравилась работа. Руки в мазуте, грязные. А вот в поварском училище белые халаты и девчат много. Два года учился потом в армии курсы и практика у котлов. А после службы учеба в техникуме и уже третий диплом. Все под силом мастеру. Любое блюдо, в любых масштабах. «Я в санатории шесть лет проработал. В пансионате работал, за производством. В санатории здесь работал. Потом в шахтах, в ресторане, в никопоре поработал немного. За сорок лет работы даже с закрытыми глазами мастер шинкует овощи. Но есть секрет, чтобы не обрезаться, что поначалу не раз случалось. Сколько вы в свою жизнь пальцев обрезали раз? Ой, в училище я сразу скажу, не хочу я этого. В училище я сразу раза четыре порезал их. И потом мне девчонка, мастер, показала. Сережа, ты вот эти кулачки были. И вот я запомнил ее слова до сих пор. И я вот эти вот, чтобы нож касался вот этих вот пучки. Знаете, вот эти пучки, что обычно обрезаешь. И вот это вот приду домой, мамка опять, тракторист, а ты повар опять. Они обрезаны, больно. Ну так как делать, чтобы не обрезать? А надо, чтобы нож ходил вот так по почкам, по этим пучкам, понимаете. Не надо его туда. А пальцы подгибать? Да, ну так же, да. На простой кухне в древней казачьей станице варим борщ сибирский. Ну, ходил же в Сибирь-Ермак. Крепость телу и сытность борщу в данном случае дает фасоль. Навар получается не только от мяса, но и от фасоли. Да и картошку можно чуть примять, разбудить, так сказать. Даже без мяса сытно будет, уверяет повар. Вкус и цвет борщу дает зажарка. Пассировку делаю, короче, я смалец добавляю и обязательно добавляю масло растительное. Это для того, чтобы был колер, понимаете. Когда томат, там пасту. Если на одном жиру или на масле жаришь, колер не тот. Но фасоль прокипело, посолили, все. Все, капуста у нас готова. Сюда кидаем еще. Здесь все, укроп, петрушка. Тоже мороженое, да? Да, мороженое, да. Борщ варится, а мы выведываем разные секреты поварского искусства. Где шашлыка? Какой самый лучший маринад? Ой, не знаю. Сейчас их много, много. Много прям, вот много. А вообще самый лучший, вот я вам сейчас скажу. Не надо там ничего выдумывать. Вот это взяли, мясо порезали, соль и перец поперчили, вот так вот перемутузили. И все. Вот это самое вот это козырное море. Это начинает там простоквашу туда лить, уксус удалить. От уксуса она мясо дубеет. Газировку. Да, да, ну газировку льют в говядину. Говядину я делал. Газированная эта вода, она разрыхляет, мято. Оно мягче тогда жарится. Беляши, люля-кебаб, аджаб-сандал – любимое блюдо повара. А может и пироги испечь, и с одной помощницей накормить за раз полтысячи человек. Борщ не остается без внимания. Пробуем. Добавляем сахарок, чуть-чуть соли. Все, можно за стол. Подробно рецепты и советы мастера поварского дела смотрите в программе «Сельские хлопоты» в субботу в 11.30. Там все подробно рассмотрим и расскажем. Оборще и не только. А сейчас станица завершается. Благодарю вас за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok